Противник занимает огромный карман. Здорово, Ивановки включительно. Здесь бои пошли под Никишино, сейчас бои идут под Чернухино, с одной стороны. Наступление армии ЛНР идет с севера. Здесь, к сожалению, карты не хватает немножечко, но бои идут в районе Красного Пахаря. При дальнейшем продвижении ясно, я думаю, не открою никаких военных тайн, что возможно отсечение полностью дебальцевской группировки противника по линии водохранилищ. То есть ополчению необходимо взять ряд населенных пунктов, в первую очередь Свято-Адарская, Новая Луганская. И в этом случае практически они соединятся с Горловским гарнизоном, где-то в этом районе, отсекут всю группировку украинских войск. Тут замысел командования армии Луганской Донецкой Народных Республик очевиден. Он очевиден, я думаю, и для противника, и, насколько мне известно, противник вводит уже войска своего второго стратегического эшелона, перебрасывает войска из Изюма, из Славянска, из Краматорска именно на данное направление. Бои идут очень тяжелые в районе Дзержинска. Здесь попытки наступления ополчения на данный момент остановлены превосходящими силами противника. Вчера и сегодня непрерывно со стороны Константиновки противник перебрасывал войска. Ну, колонна шла через Константиновку 4 часа. Техника, артиллерия, люди. Непосредственно в Дзержинск переброшены отряды правого сектора, которые намерены вести уличный бой в городских условиях. Они об этом заявили, начали выселять людей из домов, начали укрепляться в домах непосредственно, чтобы вести бой. Очень тяжелая ситуация находится в самой Горловке. Город просто непрерывно с трех сторон обстреливается украинской артиллерией по площадям. Многочисленные пожары, огромное количество жертв. Огромное количество жертв, которое превышает число жертв, которые были за все лето в Горловке. То есть ни о каком обстреле военных объектов речи не идет, просто идет террористический, откровенно, обстрел, нацеленный на разрушение города. Этот обстрел длится уже без перерыва практически трое суток. Сегодня, как мне сообщили, город просто во многих местах горит, Горловке ад.